Ну что ж, нам с своей стороны остается пожелать Алексею скорейшего выздоровления. Ну, а сейчас хочется поговорить об одном очень интересном, и я бы даже сказала, захватывающем событии. На днях закончилось кругосветное путешествие на вертолетах. Наши пилоты не побоялись ни ледяной Аляски, ни обжигающей Италии. Четыре континента и три океана. И все это, друзья, за 44 дня. Ну что ж, наш корреспондент Лиана Хазяхметова поделилась впечатлениями от встречи с героями. Вертолеты уже приземлились, но пилоты остаются в кабинах. Эти две минуты – самые долгие за все время полета. Жены и дети в ожидании. По технике безопасности к вертолету нельзя приближаться, пока не замрут лопасти. Кругосветное путешествие длилось 44 дня. За это время российские пилоты пролетели 42 тысячи километров. Полет проходил на высоте 500 метров от земли. Красоты земного шара были как на ладони. Гренландия, Парерские острова, то есть это вот нетронутая природа, очень такая величественная. Даже несколько раз мы были удивлены, мы рассчитывали, что будут это горы. А через Гренландию, допустим, мы прошли. Это была ледяная пустыня, которая просто медленно поднималась, как шапка, как шар. И достигла высоты 4 километров. И точно так же плавно спускалась. То есть это была ледяная пустыня, где-то 500 на 600 километров, где не было ни души, это был только снег и больше ничего. То есть это, конечно, очень впечатлило. Пилотам особенно повезло с погодой, которая ни на минуту не задержала экспедицию. С условиями тоже было все в порядке. Ночевали обычно в гостиницах. В сложные моменты на помощь приходили друзья-иностранцы. Самую же сложную загадку подкинуло время. С Аляски группа вылетела в 11 утра 1 сентября. А спустя 5 часов прилетела на Чукотку тоже утром, но на календаре было уже 2 сентября. Ты летишь и думаешь, какое счастье, что вертолет не знает, что он летит над океаном. Знаете, как лошади шоро надевают, чтобы она не боялась. Так вот, с нашим вертолетом мы не говорили, что мы над холодным морем летим. Самым негостеприимным местом оказалась Чукотка. На родине пилотов встречались с кипой документов и автоматами. В других же странах был иной прием. Были встречи совершенно неожиданные. Например, когда мы летели вдоль южного берега Испании, по Средиземному морю. И вот пляж, забитый телами отдыхающими. И мы летим низко-низко и близко-близко. Нам руками там люди мажут, ну, кладут олеты. И вдруг видим, стоит группа голых людей во них в купальниках. И держит огромный плакат, на котором написано «Ура!». Это было очень приятно. Это кругосветное путешествие не обошлось и без нашей программы. Как видите, надпись «Большой спорт» изрядно потерлась. Но она сохранилась и будет дальше путешествовать по всему миру. Леонид Захметов, Вячеслав Медведев. «Большой спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова